У нас принято 24 мая, в понедельник, на базе Чедромунской больницы создать ковид-центр для всей ГАУЗИИ плюс Тараприйский район. Везде, во всех больницах ковид-отделения закрываются и все концентрируется в Чедромунске. Со стороны медицинских работников есть большое недовольство, поэтому были звонки. Люди задают резонный вопрос. Ну как так получается? Значит, в связи с пандемией переданной ГАУЗИИ станция по выработке кислорода, кислородная станция так называемая, его установили в Камрате, а почему-то сейчас ковид-центр по ГАУЗИИ, по всей ГАУЗИИ плюс Тараприйский район, он будет в Чедромунке. Несмотря на возмущение докторов тех, кроме тех, кто лоялен нашему министру здравоохранения, тех, кого она назначила на должности, естественно, нельзя его под козырек. И где логика, спрашивается? Люди спрашивают, где логика? Почему у нас дорогостоящее оборудование? Это, конечно, не имеет отношения к, может быть, хотя оно и имеет. Как компьютерный томограф, два томографа в Камрате, у нас ни одного. Кислородная станция здесь, а мы делаем в Чедромунге центр для всей автономии плюс Тараприйский район. Если на 24 число, и чтобы это тоже было понятно, значит, на 24 число больных коронавирусом в Чедромунге было 1 человек, в Камрате 19. Даже с этой точки зрения тоже. То есть целесообразность. Люди задают вопрос. Пару лет назад в Чедромунге хотели психиатрическую лечебницу сделать для всего юга Молдога. И там отказались. Психиатрическую лечебницу для всего юга Молдога. Сейчас Камит-центр тоже в Чедромунге. И задаются опять люди вопросом. Санитарно-карантинная зона какая-то делается из Чедромунге? Или какой-то отстойник? Или там люди второго сорта? Есть очень много вопросов. Есть очень много недовольства и несправедливости. Та несправедливость и те решения, которые принимаются здесь, на третьем этаже. Чем они руководствуются? И, к сожалению, люди, которые получают то, о чем мы говорили, большие заработные платы, чиновники, которые находятся в вертикале власти и являются членами команды Башкана, они молчат. Они живут в Чедромунге, казалось бы, должны бороться за интересы своего города, но они молчат. И я хотел бы, знаете, вспоминая последнее заседание исполнительного комитета, отдать должное председателю Вулканического района. Хотя он тоже член команды, но человек осмелился выступить в защиту интереса своего района. Когда было принято решение, озвучивалось о музыкальных школах, то, что забирает сюда, переподчиняет управление культурой. Он выступил с заявлением, отправил письмо, что они не согласны с этим. Что мы, конечно, не согласны с тем, что переподчиняют музыкальную школу управления культурой. А, к сожалению, наш председатель, он даже не заикнулся, Велик Федорович Монгозов. Так чьи интересы защищаете? Для чего вы сидите в Чедровом Унге на третьем этаже? Политическая должность? Плюс те интересы Башкана в политических целях? Организовать встречу? Есть ли толк для экономики? Да, с такими райадминистрациями, с такими штатами я тоже не согласен. Потому что от них никакого толку нет. Нужна совершенно другая концепция, другой подход к этому. Я очень надеюсь, что следующий Башкан примет очень много решений, ревизирует деятельность этого Башкана, и будут приняты решения в области структуры совершенно другие. Эта тема очень болезненная, и она в том числе влияет на недовольство наших жителей. Поэтому я должен был это озвучить.